Внимание, Кузнецов Дмитрий Евгеньевич! По поручению АО «Банк Русский Стандарт» информируем вас об уникальной возможности погасить задолженность на выгодных условиях. Срок акции ограничен. Для получения детальной информации свяжитесь с нами по телефону 8 800 775 17 30. Звонок бесплатный. Сообщение от финансового агентства по сбору платежей. Для соединения с оператором нажмите «1». Для повторного прослушивания сообщения нажмите «2». Пожалуйста, оставайтесь с нами. Добрый день. Здравствуйте. Быкова Татьяна Петровна, главная специалист отдела взыскания. Слушаю вас. Что слушаю-то? Зачем слушать? Вы мне позвонили и сообщите о том, что вы меня слушаете? Вы позвонили. Ну вы позвонили. Вам поступают звонки? Нет, мне какой-то там робот-автоинформатор что-то наговорил, сказал единичку нажать, но я, естественно, нажал. Да, но вы же позвонили, правильно? Не правильно. Вам как я могу обратиться по имене отчеству? Меня Дмитрий Евгеньевич зовут. Дмитрий Евгеньевич Ковнецов? Да, да, да. Очень хорошо. В звонки вам поступают по поручению Банка «Русский стандарт». Дмитрий Евгеньевич, вы же слышали, да, что говорят ответчики? У вас задолженность по продукту Visa Gold Zota, карта кредитная. И долг у вас 621 853,91 копейка. Сумма долга актуальна на 24 июня 2016 года. Вы слышали, да? Да. Очень хорошо. По требованию кредитора мы будем с вами уточнять сейчас информацию. Дмитрий Евгеньевич, в какой организации работаете? Ну что, вы взяли, что я вам буду отдавать ответы. Место работы у вас было указано «Альянс финанс». Работаете сейчас в этой организации? Откуда вы узнали эту информацию? От вашего кредитора, Дмитрий Евгеньевич. На каком основании, пожалуйста, скажите мне? На основании 1005-й статьи Гражданского кодекса Российской Федерации вашего кредитного договора с банком. То есть у вас на основании этой статьи заключен агентский договор с банком? Я правильно понимаю? На основании какой статьи? Есть такая статья, тысяча пятая статья, Гражданский кодекс Российской Федерации, агентский договор. Ну я и спрашиваю вас, на основании этой статьи вы заключили агентский договор с Банком Русский Стандарт? Нет, на основании, это банк на основании данной статьи обратился к нам. Не-не-не-не, давайте не путать, давайте вот расставим приоритеты, то есть на основании этой статьи не может банк обратиться, на основании этой статьи банк может заключить агентский договор с кем-либо. Я вам повторяю вопрос Ведь не мы, не мы, а вы Давайте поконструктивнее, пожалуйста Все-таки вам не нравится, что поступают звонки Максимум конструктивнее Это значит, что вы сами себя не путаете Вы прекрасно понимаете Да что же путаника, где? Я вам просто задаю вопрос У вас заключен агентский договор Вы на основании агентского договора работаете? Или просто на основании статьи? Конечно, на основании агентского договора Так, а почему вы сразу об этом не сообщили мне? Сразу мы об этом вам сообщили Как только вы задали этот вопрос Нет, нет, вот лично вы не сообщили Скорее всего, я подозреваю, что у вас даже нет доверенности От вашей организации Организация могла заключить агентский договор Но сотруднику делегировать Право общения с человеком Она могла только на основании доверенности Итак, уважаемая Сотрудник какого-то там агентства Сообщите мне, пожалуйста, номер доверенности Какой доверенности? Которую вам должна была выдать ваша организация В связи с тем, что она заключила агентский договор Насколько я понимаю Какой нормы законодательства Российской Федерации? На той самой норме, которую вы сейчас Татью, татью назовите Что это значит? Что сказано в тысяча пятой статье В тысяча пятой статье сказано, что Право обзыскания То есть часть право обзыскания Кредитор может передать третьему лицу На основании заключенного с ним договора Вы мне вопрос задаете? Кто третье лицо? Кто третье лицо? Вот сейчас, пока мы еще с этим не разобрались Вы утверждаете, что вы третье лицо На этом основании у вас должен быть заключен Агентский договор С банком На основании агентского договора Вы имеете право Сообщить мне О моем долге Напомнить о Возможных последствиях На этом положить трубку Ошибаетесь? Я не ошибаюсь Я 14 лет занимаюсь Ошибаетесь? Когда на основании статьи Тысяча пятой статьи Гражданского кодекса Российской Федерации Банк передает дела на аутсортианг Согласно данной норме права Мы имеем не только напоминать вам А звонить, писать И выставлять сроки к оплате долга И совершать прочие действия Которые продолжаются Да вы, я не спорю с этим Так где агентский договор? Нет, еще с этим вопросом мы не закончили Пока что я не разобрался Имеете ли вы право А вы, если занимались юриспруденцией Несколько лет, да много лет Вы обязаны знать и понимать Что агентский договор не может Лично вам быть предоставлен Так как вы не являетесь стороной договора Поддержание договора является Я не ответила еще на ваш вопрос Конфиденциальной информации И не предоставляется вам Третьему лицу Итак А информацию о полномочиях Ауфаст Вы можете уточнить у вашего кредитора Не забывайте также Что есть статья 15 Федерального закона Не, 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 давайте сначала О потребительском кредите А это все остальное Не забывайте условия кредитного договора С которыми вы согласились В марте 2011 года До 17 числа И на условиях банка Вы занимали денежные средства Где четко и ясно Поставив свою подпись Были согласны с тем Что банк действительно Имеет полное право Обратиться к услугам Третьих лиц Которые выбирает сам Поэтому если вас что-то Не устраивает Дмитрий Евгеньевич Оплачивайте задолженность Берите документы Об отсутствии Финансовых претензий Вопрос будет закрыт Смотрите Как хорошо все получается Я вас выслушал Совершенно спокойно И очень надеюсь На ответную реакцию Адекватную Итак В плане конфиденциальности Я с вами полностью согласен Что никакие посторонние люди Не должны знать О заключенных между банком И посредником Вами Отношения Но я не посторонний человек Я даже не третье лицо Я участник договорных отношений И на основании Тысяча пятой статьи Сем? Ну я же вас не перебивал Банк со мной В первую очередь Заключил договор На каких условиях? Кредитный договор Вы забыли Вы об этом сами говорите На каких условиях Банк заключил С вами кредитный договор Вы занимали На условиях банка Деньги Нам мы сейчас про тысячу пятую статью С вами Конечно Конечно Это все касается Условия вашего кредитного договора Вот ни одного слова не перебил Я понимаю, что вы боитесь запутаться Дмитрий Евгеньевич Нет, вы сейчас о себе говорите Так мы обсуждаем все по порядку Лучше конкретно Давайте посмотрим, как я буду путаться Давайте сейчас дадим мне шанс запутаться Хорошо? Нет Нет, мы будем сейчас с вами не об агентском договоре Разговаривать Что вы боитесь Об ваших обязательствах Дмитрий Евгеньевич Нет От них и разговаривать В отличие от вас Я сейчас зарабатываю А вы теряете Свои денежные средства Вы не представляете Сколько я зарабатываю Вашей помощи Да вы что? Если бы вы зарабатывали Я думаю, что у вас Под данной кредитной карты Задолженности бы не было Зачем я буду? Да я не буду сейчас это обсуждать Будьте уверены Я зарабатываю Задача вы боитесь Кого я боюсь Вы же уходите от разговора Дмитрий Евгеньевич Дайте мне понять Что вы не уходите от разговора Я слышу, что вы не настроены На конструктивный разговор Очень хочу поговорить Но вы не настроены Я хочу зарабатывать еще больше Дмитрий Евгеньевич И буду зарабатывать А с вами я попрощаюсь На должника, да? Всего доброго Всего доброго А я вот сейчас в Ютубе выложу Я сейчас выложу это в Ютубе Не нужно так волноваться, Дмитрий Евгеньевич. Не нужно волноваться, поверьте. Не нужно волноваться. Всего доброго, до свидания.